Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня мы поговорим о двух танках, которые серьезно апнули в патче 0.9.2. Это американский СТ 9 уровня М46 Паттон и это немецкий страдальный, жутко страдальный тяжелый танк 9 уровня Тапок Б. Вообще ребята, перед всем остальным хочу вам сказать, что Паттон это очень мой давний любимец, когда-то я очень много откатал боев на этом СТ 9. В общем СТ был это ребята когда-то просто шедевральный, но в нашей игре есть такая вещь как моральное устаревание. Что это значит? Это значит, что есть какие-то определенные танки, и если после них вводятся танки с еще более имбовыми характеристиками, то эти танки на фоне остальных немножечко устаревают. Я не могу сказать, что Паттон за последний год был просто унылым говном, но сам факт, то что на фоне той же Т-54 он казался намного слабее, это да, то что его было намного меньше в рендоме, чем Т-54 Е50, это тоже факт. То есть я больше в рендоме видел сливающихся в первые минуты боя Лорейнов, чем Паттона. Да, когда ты пересаживаешься с читерской Т-54 с альтернативной пушкой и 330 пробоя кумулятивами на Паттона, у тебя пылает пукан, это безусловно. Ну а если ты скилловый игрок, то немножечко придрочившись, ты даже на этом танке можешь нагибать. Но разработчики посмотрели на среднесерверную стату, увидели, что этот танчик катают в рендоме очень мало, увидели, что процент побед тоже не стремится к каким-то высотам и решили его апнуть. Так что же ему апнуть в патче 0.9.2? Давайте посмотрим. Разброс орудия от движения топовой ходовой уменьшен на 8%. Разброс орудия от поворота топовой ходовой уменьшен тоже на 8%. При повороте топовой башни уменьшен разброс на 17% и топовое орудие точность улучшена с 0.42 до 0.40. То есть разработчики решили в целом сделать танк точнее и в движении и при стоянии на месте. Так как же это повлияло на танк, спросите вы? Ну я, ребята, специально сделал на основе несколько боев на старом, еще не апнутом Паттоне, чтобы сравнить с новым. И могу сказать, что, конечно, в плане точности машинка стала намного более комфортная. Стрельба с вертухана, стрельба без полного сведения, стрельба в замесах, стрельба в каких-то там непонятных стычках и так далее. Все это делается намного-намного приятнее. То есть Паттон стал реальной машиной для убийства. Он стал настоящей такой вот мясорубкой, которой можно просто раскидывать черепа противников и даже союзников, если они вам, например, мешают. Да, конечно, 10 уровень Паттон все еще остается, как на мой взгляд, унылым говном, потому что по сравнению с тем же СТБ-1 он проигрывает ему практически во всем. Но Паттон 9 уровня сейчас, я думаю, это действительно один из самых сильных СТ-9. Конечно, Т-54 он все еще не превосходит, но сейчас он может за второе место на равных потягаться с тем же Е-50 и, может быть, даже добудет серебро. Просто я вам, ребята, хочу сказать, что несмотря на то, что все знают, что Т-54 лучше броня, у Паттона, у танка с высокой посадкой, с высоким клирисом, есть такая фишка. Это то, что иногда гусля может сожрать весь дамаг, потому что снаряд просто пролетает под гнищем. Это прикольная фишка, которой я очень часто пользуюсь, при которой я пытаюсь как-то развести противника на выстрел в борта, чтобы он стрельнул как бы в борта, но снаряд пролетел под гнищем или снаряд пролетел через гусли и не задел корпус. В общем, корпус у нас, это не то, что сразу под гуслями, это то, что за гуслями. Поэтому этой фишкой очень часто пользуются различные опытные игроки. И вот этот, ребята, бой на карте Карелия, это, наверное, яркое подтверждение того, что Паттон в грамотных руках может выжить просто в невероятной ситуации. Вы, наверное, знаете, что Джова в рендоме не узнает, только ли не вы. И также в этом бою вначале мне написала арта «Ой, Джов, привет!», потом мне написал это «ФС-1063», потом и «Вафля», и «Фоч», в общем, все поздоровались, все такие молодцы. Базару 0. Но, ребята, самый прикол начался после того, как все союзники в ущелье слились в штанах, и я тут остался один. И вот, ребята, вы видите, как я вжался попкой в скалу. Но при этом уже приезжает Батчат, и я понимаю, что мне тут не засовится, и артиллерия мне не поможет, поэтому я просто начинаю делать ноги. Уезжаю, 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 стараюсь как-то быстренько улепетывать отсюда. Тут притормаживаю, чтобы не упасть, не потерять ХП, но все равно меня Батчат гамажит, поэтому съезжаю еще раз вниз. Боже, но Батчат решает вместе с Фочем-155 тоже упасть на днище, а сзади них «Вафля». Уезжаю как могу, делаю ноги, на ходу стреляю, прячусь за камень, но, к сожалению, тут полуутопляюсь, выкатываюсь, даю дамаг по Батчату. Фоч тоже подъезжает, хочет меня убить. Почему они не попадают, я просто не понимаю. «Вафля» где-то позади тоже уже упала, вот она не попадает по мне. Селюсь Батчата, думаю, продать свою жизнь подороже, чтобы никому ничего не досталось, но почему-то, почему-то я все еще жив, я не знаю почему. Каруселю, каруселю, поджимаю их, поджимаю, чтобы они не попали. К сожалению, тут начинаю опять тонуть, не стреляет пушка, наконец она опять стреляет. Господи, какой анал творится, какой анал карнавал. Фоч пытается выехать по мне попасть, арта еще все еще вражеская по мне почему-то не стреляет. Нет, господи, почему она обо мне не стреляет, я не понимаю. Я просто не понимаю, что творится. Опять, опять, вроде бы тонуло, вроде бы не тонуло, не знаю, выцеливаю, бац, есть дамаг и быстренько прячусь за труп вафли. Батчат на меня выкатывается, хочет меня выцелить, но не попадает и 300 хп у него остается. Я откатываюсь, стараюсь вот тут его аккуратненько выцелить и артиллерия, нет, извиняюсь, не артиллерия, Т-30. Т-30 с базы его добирает. Вот такой вот, ребята, просто нереальный анал карнавал, который случился на карте Карелия, когда я пытался выжить на Паттане. В общем, что можно сказать? Качайте этот прекрасный танк, он будет однозначно нагибать и сменя вам обзорчик, когда он выйдет на основу. Ну а теперь давайте посмотрим на тапка Б. Но что касается, дорогие зрители, тапка Б, то тут разработчики пошли просто на неожиданный шаг. Они апнули ему лобовую броню. Три года, ну или как минимум два, мы им говорили, что тапка надо апнуть, что это самый соснулый тяж девятого уровня. Что по сравнению с Е-75 или СТ-1 или М-103, он вообще никак не котируется. Тапок Б был хорош три или четыре года назад, когда на девятом уровне был только ИС-4. И они между собой были плюс-минус равны. Но потом произошло огромное количество изменений. ИС-4 ушел на десятый уровень. Появилось огромное количество СТ на девятом уровне с суперплазмоганами. Наконец-то до разработчиков это дошло, и они решили этот танчик апнуть. Так что же они изменили? Они увеличили ВЛД до 200 мм и НЛД тоже до 200 мм. Плюс бронирование передней части крыши башни они увеличили с 40 до 60 мм. Но это типа, чтобы в клинче не так легко пробивалась крыша башни тапка Б. Хочу, ребята, сказать, что лоб действительно у тапка стал просто непробиваемым. Он просто стал монолитным. Есть огромная куча ситуаций, когда этим лобом можно танковать. Да, у нас все еще очень картонные борта. Да, у нас заднее расположение башни. Да, мы очень медленные. Мы даже более медленные, чем тот же Е-100. И только где-то там в горку мы можем ехать чуть быстрее. Да, это огромный минус тапка. И плюс, ребята, надо к этому добавить, наверное, самую убогую пушку на девятом уровне. Конечно, такая же пушка стоит и на Е-75. Но понимаете, Е-75 это мега-читерный танк. Он может вышивать в таких ситуациях, в которых тапок уже нарынется. Поэтому все, что у тапка есть, это его бетонный лоб. Но у нас получается обратная ситуация, что у нас есть довольно-таки слабая башня. Потому что если голдой лоб берется не всегда, то башня берется практически всегда. Поэтому надо танковать очень-очень аккуратно. Но тут надо отметить, что если вы играете грамотно, если руки у вас растут не из того самого места, то вы можете в каких-то отдельных боях танковать даже лучше, чем тяжелые танки 10 уровня. Как я, собственно, вот это вот делаю на Карелии. То есть вы видите, что там какие-то другие тяжи. Они где-то там сзади, сзади остаются. И где-то там они там подпукивают, постреливают. А я танкую, я вытанковываю урон. Да, меня иногда пробивают. Да, хп у меня может быть не так много. Но я страдаю, вытанковываю. И надеюсь, ребята, что в будущем, когда ведут полученный опыт за танкование, такие танки, как ТАКПКБ, ИС-7, Т110Е3, Т95, наконец-то смогут нормальный опыт получать. Потому что, по сути, главное, что они делают в этой игре, они танкуют. И, конечно, очень обидно, когда они за это совсем не получают опыта. Но, ребята, при этом хочу отметить, что, конечно, у ТАКПКБ есть и слабое место. Например, вот вам ситуация. Я стреляюсь с ИС-4. ИС-4 тяжелый танк 10 уровня, но я без проблем его стреляю в лоб. А он меня просто не может пробить. Но, ребята, я хочу отметить, что перелом в нашем поединке случается тогда, когда он догадывается поджаться ко мне сбоку, притереться, как это делают средние танки. И я его просто не достаю. Вот в этот момент, когда он так делает, я просто стреляю. И выкатываются его союзники. И меня добирают. И он меня добивает. И, в общем, бой для меня закончен. В общем, ребята, ТАПКБ, несмотря на свой монолитный лоб, несмотря на то, что сейчас он действительно стал, ну, в какой-то мере актуален, он все равно, я так думаю, не достигает тех высот, которые заняли СТ-1, М103 и Е-75. Если делать вердикт этому танку, то, ребята, сейчас в патче 0.9.2 его действительно можно выкачать. Действительно можно пофаниться. Пока там олени, крабы и алиханы не научились его пробивать, можно получить огромное количество приятных эмоций, вытанковать там по 10-15 тысяч урона и получить свой фан. Но в будущем, я думаю, его научатся пробивать. Он будет уже не так себя вольготно чувствовать со своими 200 миллиметрами. Так что ловите шанс, качайте его, выкатывайте и танкуйте. Потому что, ребята, танкование – это сила. Чтобы из кустов стрелять точно, много ума не надо. А вот чтобы грамотно танковать, это нужен скилл. Так что, ребята, тренируйте свой скилл. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И увидимся завтра уже в новом интересном видосе. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok